Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте в этом выпуске. Предметы из Арарардского царства выставлены в Карсе. Спецслужбы Азербайджана путем обмана собирают информацию. Жертва – предательство. До каких пор? Вазген Сесилиан. Турки нанесли авиаудары по северу Сирии и Ирака. Знакомство с историческими местами Западной Армении – Айотс Дзор. Журнал «Айдар Сим» выступает против геноцида и массовых убийств. Армянский пресс-архив библиотек «Конгрегация Мехитаристов» оцифрован. В ходе оперативных мероприятий, проведенных 7 лет назад в Агорской области Западной Армении, были конфискованы исторические предметы, относящиеся к периоду Арарардского царства Урарту, которые впервые были представлены посетителям в музее Карса. В настоящее время в музее представлены сосуды из кости 8 века до н.э. серебряные и бронзовые предметы, использовавшиеся в религиозных церемониях и другие предметы. Согласно длиннописьным надписям на 88 урарских экземплярах, они датируются временем царя Аргишти, то есть 8 веком до н.э. Спецслужбы Азербайджана начали преследовать не только мирных жителей, проживающих в Арцахе, но и военнослужащих целью мошеннического сбора информации. Служба национальной безопасности Арцаха выступила с заявлением, в котором говорится, что после 44-дневной войны 2020 года Азербайджан продолжает запугивать мирное население Арцаха и сеять панику среди народа Арцаха. Согласно сообщению, азербайджанцы общались с армянскими военнослужащими через фейковые и заманчивые страницы, открытые в ряде социальных сетей и получили их личные данные. Во избежание подобных случаев СМБ Арцаха еще раз призывает воздержаться от контактов с подозрительными пользователями в социальных сетях, передачи личной информации, фото или видео информации, связанной с безопасностью Арцаха. На телеканале «Западная Армения» Вазген Сиселян, член армянской тайной армии освобождения Армении, руководитель операции ВАН, представил свои взгляды на роль, значение и идеологию армянского легиона, отметив, что каждый солдат, служащий в легионе, заслуживает уважения, так как они боролись за освобождение родины. Однако следует с сожалением отметить, что они были преданы. Он рассказал о своей деятельности в армянской тайной армии освобождения Армении, особо упомянув операцию ВАН, основной целью которой было пролить свет на ужасающие события геноцида армян. Это был голос страданий армян. Им удалось добиться успеха в различных инстанциях, от разговоров об этом до справедливого суда. Вазген Сиселян коснулся и армии, и республики Армения, отметив морально-психологическое состояние, а также принцип реальной секретности в армии, которого сегодня нет. Совершая интервью, он сказал, что сегодня есть прекрасные молодые люди, вместе с которыми он призывает не забывать западную Армению и бороться за нее. Турецкие военные самолеты бомбили ряд целей на севере Сирии и Ирака, в том числе то, что, по утверждению Анкары, является тренировочными лагерями курдских боевиков, убежищами и складами боеприпасов. Турция регулярно проводит боевые действия в Ираке и Сирии с целью уничтожения баз курдской рабочей партии и сирийских курдских народных сил самообороны, которые Анкарай считает террористическими организациями. Антитеррористическая служба иракского Курдистана сообщила, что несколько человек погибли в результате авиаударов в Ираке и Сирии, но точной информации нет. Айотсдзор, также Ервандуник, провинция Воспураканской области Великой Армении, а позже в провинции Ван. Он расположен на западе юго-восточнее озера Ван в обширной долине реки Айотсдзор. Название происходит от имени Айкана Апета, прародителя армянского народа, верховного бога войны. Второе название – Ервандуник в части настии Ервандуни. Первоначальные Ервандуни вели политическую деятельность в прилегающих районах Ервандуника с VI по IV века до н.э. Область Айотсдзор расположена на юго-восточном берегу озера Ван. Основная часть простирается в бассейне нижнего и среднего течения реки Анг, впадающие в озеро Ван, границы которой очерчены водораздельной горной цепью. Заявление журнала Айдарсим, издаваемого в районе Дерсим Западной Армении, говорится, журнал начал свою издательскую жизнь с четкой позиции против всех форм геноцида и массовых убийств. Он продолжает работу на той же позиции. «Жесткий геноцид был совершен против многих народов нашей географии. Когда мы говорим о геноциде, мы не должны понимать только массовые убийства, совершенные против людей, насильственные вмешательства против языка, культуры, веры, традиции и обычая в данной нации после массовых убийств. Каждый шаг, предпринятый для их уничтожения, является частью геноцида и его продолжением». Армянский пресс-архив библиотек конгрегации михитаристов оцифрован. Инициатива реализована в сотрудничестве с базовой научной библиотекой Национальной академии наук конгрегации михитаристов и фондом Галуста Гюльбинкяна. Электронная библиотека содержит коллекции армянской прессы с 1794 по 1920 года. Пользователи могут использовать базу данных бесплатно. Электронные материалы, представляемые читателю и исследователю, имеют описание и оформлены в соответствии с современными стандартами библиотеческого дела. Оцифровано 400 тысяч страниц библиотеки Венского монастыря конгрегации михитаристов. Работы продолжаются. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром!